Вы пропустили, на херомате вам предлагали, возьмите третью минуту, просто просили, возьмите третью минуту. Да, это вы сделали неправильно. Итак, счёт 5-5, и мне хочется искренне, чтобы под Новый год знатоки выиграли, несмотря на то, что я играю против них. А сейчас последний решающий 11-й раунд. Оператор считает, что Александр Друзь достоин крупного плана. Внимание, решающий вопрос. Четвёртый. Не удалось сыграть Блиц, судьба за вас. Кто знает, сектор номер 4 против знатоков играет Ян Бродский. Запасная минута есть, из города Куйбышево. Внимание, рыба! Дайте девочкам посмотреть. Да, можно посмотреть, разрезать, всё можно. Это мы потом возьмём. А теперь, внимание, вопрос. Уважаемые знатоки, Назовите слово, которое объединяет эту замечательную рыбу с не менее замечательным драматургом Мольером. Трудно. Минута. У него поклевая настоящая фамилия. Это по-французски что? Нет, полосон рыба по-французски. Рыба какая? По типу это рыба. Так, подождите, ребята. Слово, обвиняющая рыба с Мольером. Еж какой-нибудь? Блюдо рыбы. Какое это блюдо? Ребята, какие у нас пьесы Мольера? Тартюф. Тартюф что? Нет. Лицемер, тюфтель. Так, что ещё может объединять рыбу? Лицемер, дворянство, ещё чего. У него театр, как он назывался Мольером? Как она приготовлена? Как она приготовлена? В полирояле они играли. Театр. Нет, фритюр. Где они играли? Фритюр. Тартюф, фритюр, тартюф. Тартюф, фритюр, перестановка. Так, ну, ребят, это очень шип. Ребена фритюре, она по-другому запечена. Нет, нет. Так, что за рыба? Может быть, этот соус назвали? Второй минут. Ну, подождите, ещё рано, у нас ещё 10 секунд есть. Так, гарнир. Гарнир, подождите, гарнир хорошо. Петрушка хорошо, с Мольером. Вы берёте вторую минуту? Ну, конечно, что значит? Вторая минута идёт. Так, Тартюф, фритюр. Может быть, из этих всех компонентов он брал вообще название для своих персонажей? Так, а он не был кулинаром пообразованию? Нет, не был он. Нет. Он был вообще обойщиком. Обойщиком, да. Эту рыбу. Моешь только эту рыбу. Эту замечательную рыбу. А замечательную, именно как она приготовлена? Может быть, вот эта рыба фаршированная? Фаршированная. Фаршированная. Фаршированная, не знаю. Резать её не ищет, так что это истинно. Я не понимаю, как она приготовлена. Ребята, давайте отберемся. Что такое фритюр? Фритюр-то жарене в масле. Так, что объясняет рыбу с мольером? Слушайте, она жареная в масле. Точно, совершенно. Обваленная в тесне, пожаренная в масле. Ребята, еще что-нибудь, ребята. Ребята, мольер как-то, ребят, есть какой-нибудь? Да нет. Тортюфы? Давай, тортюф. Еще, ребят. Нет, тортюфы. Давайте подумаем. Ну, у нас еще есть время. И эту замечательную рыбу. Эту. А посмотрите, как они реагируют. Как мне не янь. Может быть... Две рыбы туда-сюда. Две рыбы туда-сюда. Может быть, это символовой театр. Ну, мало ли что, но подумай. Ребята, там рыбы, по-моему, были в гербе. Обсуждения закончились. Покажите, пожалуйста, капитана. Кто отвечает на этот трудный вопрос? Кто отвечает на этот трудный вопрос? Ну, блин, оксанчик. Я думаю, он долгого отвечает. Нет. Вы думаете или вы говорите? Говори. Так, отвечает. Ну, что ж, у нас начинала игру Оксана Петрунько. И Оксана ее заканчивает. Прошу вас. По мнению капитана, отвечает Оксана Петрунько. Мы думаем, что Мольера с этой рыбой объединяет герб. Ваш ответ. Рыбы – это герб Мольера. Нет. Ну, таков был ответ. Да, 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 нормально. А теперь, внимание, ответ телезрителя. Покажите снова, Галина Наумова. Неоднократно. Она давала вам правильную дорогу для ответа. Она говорила, что дело все в приготовлении этой замечательной рыбы. А теперь посмотрим внимательно на саму рыбу. Я вам предлагал ее разрезать. Чем? Вам не дали? Нет, конечно. Ну, неважно. Вы поэтому не разрезали. Ну, ладно, это уже другое дело. Стоп. Нерванчик пускает. Минуточку. Я сейчас... Нет, нет. Я сейчас выйду и посмотрю. Пожалуйста. У нас же было обсуждение. Давайте разрежем. Неважно, ребята. Ну, чем? Минуточку. Тут нет ничего, да? Нет, нет. А по-вашему... Мы не брали. Пожалуйста. Ее порезали, по-моему, без носа. Ну, это... Это то ли так запечено, что ли. Не резано. Я не узнала. Ну, я не знаю, что делать. Давайте разрежем. А вы сначала скажите ответ. Может быть, мы могли бы его найти и без разрезания. Да, ребята. Нас хотят застать и говорить близко. Итак, я продолжаю правильный ответ. Рыба с начинкой. И это было видно. Покажите, пожалуйста. Оказывается, там есть надрезы. Сейчас рядом со мной стоит Виктор Сиднев. И мы с ним решим. Итак, измельченная начинка фарш. Это слово нам известно. По-французски фарш это фарс. Фарс это комедия, начиненная всякими смешными эпизодами и положениями. Именно в жанре фарса писал и работал Жан-Батист Мольер. Не обязательно. Стоп, 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 стоп. Ну ладно, ладно. Виктор, ну как, проиграли вчистую? Здесь чисто проигранный вопрос, потому что версии не было. Слово фаршировано было на столе, но никто его не подхватил. Поэтому чистый проигрыш тут нет никаких. Спасибо за благородное решение вашего тренера. Итак, счет становится 6-5 в пользу телезрителей. К сожалению, в этой новогодней игре это аплодисменты, наверное, телезрителям. Члены клуба лучших знатоков мира потерпели поражение. Мы прощаемся с вами. Александр Друзь. Оксана Петрунько. Олег Долгов. Вик Пестов. Леонид Владимирский. Вы прекрасно играли. И... Галина Наумова. Молодцы. Прекрасно играли. Но трудный вопрос в конце. Вы проиграли. Перед своим уходом вы должны оставить конверт с лучшим вопросом сегодняшней игры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова